Друзья, всем привет! Сегодня у меня в колу пришла такая идея. Я хотела вот эту доску. Мы разбирались на балконе, и я нашла такую доску. Она фанерка вот такая вот. Видите, с другой стороны. Здесь она белая. Я давно хотела сделать себе красивый фон, снимать какие-нибудь обзорчики, видео. Можно, допустим, сделать такой фон любого размера картонку, либо как фото-зону большую, либо, допустим, сделать над кроватью ребенка. То есть закрепить крючками, либо на гвозди, ну, кто как хочет. Я решила сделать... У меня вот эти цепи для раздевания как раз были. Сейчас я их тут оторву. Я решила, чтобы они не пропадали. Тут вот лепесточки как раз еще. Я решила их приклеить на... Сделать небольшую фото-зону. Мы сейчас этим займемся. И будем в следующих мастер-классах делать цветочки для моей фото-зоны. Многие любят. И многим пригодится. Поэтому давайте в этом видео приклеим. Покажу вам, как я креплю. Это для новиков. Раньше я делала, когда фото-зоны, я крепила на панели ПВХ. По-моему, да, так называются. Они идут строительные для... Так, для... Ку... Ой, ну, ванной они идут. У меня тут вот еще цветочек с прошлого мастер-класса как раз мне пригодился. Что я хочу? Я вот думаю, либо вот этот вот большой цветок сделать вот сюда. Либо его сделать вот как-то посередине, я думаю. А от него маленький, потому что там будет смотреться странно. Эти мы в последнюю очередь закрепим. Сегодня закрепим все вот эти вот. И буду делать следующие кусочки. Начну с большого, а потом буду смотреть уже по-другим. Я снимаю на телефон, поэтому такой немножко вид сбоку будет. Я вам потом все покажу вблизи. Клея буду наносить вот на эту часть, картонку. Только сюда. Он у меня просто далеко и не дотягивает до нужного. Так, ну, вот давайте сюда. И вот от этой серединки идем вот так вот по кругу. Вот эти на проволоках я их так оставлю. Ну, естественно, только прям приклею на проволоках. Там, где мне бы хотелось, чтобы они выделялись. Они немножко будут торчать вверх. Но сначала приклеим вот эти кусочки. Те, которые у меня вот с такими депестками, они у меня пойдут по бокам. А размер, наверное, вам надо сказать размер... Или нет, что-то нет. Сейчас я достану. Размер именно вот этого у меня осмотра. Еще сейчас покажу. Если у вас, допустим... Сейчас, секундочку, я тут все рассыпала. У меня есть вот такие вот картонки. То есть, если вы хотите маленькую фото-зону, вы можете себе... Допустим, кто ногти делает? Вы можете маленькие цветочки сделать. И они легкие, их можно повесить легко. Куда угодно, они не будут падать. Я сейчас линеечку возьму. Хочу вам измерить, сколько у меня это картонка. У меня будут в ту зону 60, 90, 93. И если вверх, 60. И здесь еще 10. 70. 60 на 70. Почти как у коммера. Так, вот эти маленькие наши оставляю. Эти я буду клеить рядом. А где у меня как раз куски, я буду заполнять их потом. Сначала приклеим в этом видео. Вот эти я вам покажу примерно, как это выглядит, чтобы вам подать идею. Для красивой фотосъемки будет очень хорошо смотреться. Лепесточки я буду эти тоже по бокам клеить. Если у меня вот тоже с такими... Нет, их нужно клеить вверх, потому что... Так, сейчас я вас перенесу. Смотрите, вот так вот выглядят. Но у меня вот эти вот цветы, они вот с такими лепесточками. Я их сейчас приклею вот сюда, а уже потом будем заполнять вот это пространство. Так, поставлю вас вот так. Я наношу просто клей на нашу фольгу. И стараюсь подальше приклеить, чтобы они выпирали и закрывали мою основу. И как раз в бокам потом еще приклею вот эти бутискочки, которые мы с вами сделали. Вот эти вот. Но их прямо в конце. Я сейчас их вообще не буду клеить, их только в конце. Еще здесь есть вот эти маленькие. Они как раз предназначены для того, чтобы... Здесь будет большой, сто процентов. Чтобы закрыть края, я их буду клеить вот на эти вот краешки. Вот сюда. Он у меня как раз с лепесточками. Я его приклею вот сюда. Так, ну только так, как я ее поставлю, мне нужно, чтобы вот здесь они не мялись. То есть мы клеим на уровне, либо лепесточки потом немного зажмем. Здесь не надо клеить маленькие вот такие. Почему? Потому что будет очень некрасиво смотреться. Сюда нужно тоже большие цветы. Вот такие маленькие мы клеим только по краям. То будет очень странно смотреться. Ну, допустим, вот сюда будем как раз приклеивать вот эти вот лепесточки. Сейчас я покажу, как это смотрится с этой стороны. И еще у меня есть на проволоке. На проволоке мы тоже будем использовать в конце. Потому что если я сейчас приклею на проволоке, то они должны спасти пробелы. Вот, допустим, вот видите, пример? Вот таким образом. Я убираю. Здесь я смогу приклеить цветы. Но если вдруг где-то будет пробел, я вот таким образом, вот она, так вот. Я вот так вот приклею их или на изоленту, либо как-то, ну, мы сообразим. Так что вот эти вот оставляю. И оставляю еще вот лепесточки. Видите, как у меня, кажется, мало цветов. Но здесь, в принципе, немного будет цветов. То есть вот этот вот у меня будет самый большой цветок. И вот немножко ошибку совершила. Сильно прижала к этому. И вот эти лепестки, они визуально поднялись. То есть эти нормально, а вот эти должны тоже немного вот так быть. Но они у меня из-за этого сильно поднялись. Если вы, допустим, видите, что сильно приклеили, можете оторвать и приклеить заново. И вот эти вот маленькие у нас идут вот так. Вот эта часть будет у меня больших цветов. И вот здесь уже у меня маленькие. Здесь самые маленькие. Ну, а здесь, может, пару таких средних сделаем. И вот эти оставим, чтобы заполнить пространство лепестков. А самые маленькие мы будем уже вклеить и делать в конце, чтобы нам с вами закрыть пробелы. Можете, допустим, кто кофремную бумагу не любит, можете. У меня есть мастер-класс вот таких цветов. Вы можете ими сделать. Смотрите тоже, как красиво будет смотреться, необычно. Следующую мы с вами сделаем из фоумирана. Я как раз сейчас просто из них делаю вот этот букет в коробке. Поэтому мне эти цветы упало. Нужны. В общем, вот так вот мы сегодня приклеили. Я думаю, я вам показала, как она должна быть. А потом ее можно использовать куда угодно. Можно в серединке приклеить буквы. Можно использовать только не такой большой. Вот таких средних размеров. И сделать как стенд пригласительного. Когда не пригласительного, а на свадьбе. Как это правильно? Рассадка столов. То есть мы только делаем ее каким образом? Мы делаем мелких много. То есть почти одинаковые все. Здесь у нас закрывается все вокруг лепестками. Большие вот такие не делаем. Но самый большой это вот такие вот средненькие. Такие большие не надо. И потом на булавочке крепим рассадку гостей. Можно это сдавать в аренду. Неплохо вообще. Либо вот это вот подойдет идеально для сладкого стола. Я использую эту фотозону. Она у меня будет белорозовая. Для годовщины свадьбы. Вокруг сделаю сладкий стол. И это будет как фон задняя стенка, которая будет сопутствовать. Поэтому мы с вами сделаем в следующих мастер-классах еще цветочки для нее. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Будем делать цветы на эту фотозону. Мы скоро с вами увидимся в новом видео. Спасибо, что вы были со мной. Пишите ваши вопросы. Отвечу по креплению и так далее. Идеи. Я вам все отвечу. И скоро с вами увидимся. Всем пока-пока. Продолжение следует.